Степной волк против волкособа. Кто окажется сильнее в схватке? Степной волк. Данный вид мало изучен. Обитают они в степных и пустынных ландшафтах в Средней Азии и на юге России. Отличаются степные волки от других видов небольшими размерами. Длина тела самцов составляет 126 см с учетом хвоста, а максимальный вес – 45 кг. Также отличия в короткой жесткой бледно-серой шерсти. Степные волки обладают сильными передними конечностями, позволяющими распределять вес во время движения по снегу, что также помогает не провалиться в снег. К тому же они обладают хорошей выносливостью, что позволяет им бегать без передышки и преследовать свою жертву до изнеможения. А максимальная скорость волка – 65 км в час. Также он имеет дикую живучесть, которая помогает ему выживать при любых обстоятельствах. Степной волк обладает отличным слухом, который позволяет определить звук, доносящийся за 2 км и более. А их острый нюх помогает выслеживать жертву за десятки километров от него. Челюсть волка забита 42 крепкими и острыми как лезвия бритвы зубами, помогающие душить жертву и рвать ее на куски. Челюсть же обладает давлением в 300 кг на квадратный сантиметр, что помогает перекусывать шею с необычайной легкостью. Так что степной волк пусть и небольшой из всех видов, но это отличный соперник для такого претендента, как волкособ. Волкособ это гибрид волка и собаки. Такое скрещивание было уже давным-давно, но такие гибриды были случайными. А удачные гибриды начали появляться в 20 веке 80-х годов. Как утверждают ученые, чтобы совершить такое скрещивание, волк должен уметь привыкать к обществу собак. Ведь, как известно, собаки это враги волков, и неприученный волк будет понимать это и может просто-напросто загрызть собаку. Сам по себе волкособ достигает веса в 45 килограмм, а длина тела его доходит до 130 сантиметров с учетом хвоста. Волкособ имеет сложный характер в сравнении с собаками. Еще одно отличие от других собак это отсутствие привязанности к человеку, что делает из них отличных сторожевых и служебных псов. Ведь они могут спокойно работать с чужим им человеком. Качество волкособов выше, чем у других собак. Интеллект также превосходит других собак примерно на 20%, что помогает лучше поддаваться дрессировке. По конечностям можно сказать, что они ближе к волкам. Также они могут переносить сильные холода и быстро адаптируются к изменяемым условиям. И конечно же, челюсть сравнимая с волчьей, мощность которой примерно 285 килограмм на квадратный сантиметр. Итак, рассмотрев степного волка и волкособа, какой же можно сделать вывод? Волкособ как минимум может противостоять степному волку, а максимум сможет его одолеть в схватке. За счет своей агрессии и качествами лучше, чем у некоторых волкодавов и сходствами, приближенными к серому волку. Многие скажут, нет, степной волк в любом случае его выиграет. Но заметьте, сравнение было не с серым волком, который является одним из крупных волков, а со степным. А этот вид волков один из самых маленьких видов.